Я приветствую вас на сегодняшнем выпуске программы «Церковь Ковчег». Когда заходишь в воду, учишься плавать, сказал когда-то немецкий поэт Гёте. То же правило работает с упованием на Бога. Авраам прошел множество проверок своей веры, но все они были лишь подготовкой к самому сложному испытанию в его жизни, о котором мы услышим в сегодняшней проповеди. Что же это было за испытание, и научился ли Авраам в итоге плавать? Об этом вы узнаете в нашей проповеди, которая называется «Авраам повинуется Богу». Итак, дорогие мои, давайте поднимемся и обратимся к Слову Божьему. Сегодня мы читаем 22 главу книги Бытия, а именно с 1 по 8 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам, он ответил, вот я». Бог сказал ему, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой. Пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож также, и пошли они оба вместе». И начал Исаак говорить, «Авраам отцу своему». И сказал он так, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнец для всесожжения. И шли они вместе оба далее». На этом мы сегодня остановимся. Аминь, друзья. А теперь, пожалуйста, можете присаживаться. Сейчас у нас в церкви проходит цикл проповедей, посвященной книге Бытие. А в ней очень много стихов посвящены жизни Авраама. И здесь мы снова и снова видим один и тот же вопрос, представляющий для нас большое значение. А именно, готов ли я уповать на Бога? Готов ли я уповать на Бога даже тогда, когда условия моей жизни внезапно меняются, к худшему? Готов ли я уповать на Бога тогда, когда мне это будет чего-то стоить? Готов ли я уповать на Бога, если мне придется из-за этого отказаться от всего остального? До этого самого момента Бог часто устраивал Аврааму разные проверки. Большинство из этих проверок Авраам с блеском проходил, когда Бог попросил его, он покинул свою родину и отправился в неизвестную ему страну. Он предоставил своему племяннику Лоту право выбора земли, где тот хотел бы жить, сказав ему, «Если ты пойдешь направо, я пойду налево, а если ты пойдешь налево, то я пойду направо». Этот поступок тоже выражал собой его упование на Бога. Он также отослал Агарь и Измаила из своего дома, поверив Богу, что семя для него было приготовлено именно в Исааке. Пожалуй, можно сказать, что Авраам уже показал себя довольно успешно в том, что касалось проверки его веры. Но несколько раз он проваливал испытания. Например, когда Божие обетование, рождение у него сына, все не осуществлялось, он взял инициативу в свои руки и зачал сына от цариной служанки Агарь. Или вот давайте вспомним о том, как ему много раз не удавалось показать истинное упование на Бога, когда он, например, выдал свою жену Сару за свою сестру в Египте и в Гераре. Устраивая все эти испытания, Бог не хотел, чтобы Авраам провалился, а он хотел его подготовиться. Мы можем сказать, что он хотел его облагородить, чтобы он мог стать образцом веры для всех нас. И в нашем сегодняшнем отрывке мы видим последнее и по сравнению со всеми остальными особенно тяжелое испытание, о котором рассказывается в Библии. Оно является нам богатство духовной истины. Поэтому давайте сначала рассмотрим, что это было за испытание, а потом поговорим о том, чего оно стоило Аврааму. И, наконец, обсудим реакцию Авраама на это испытание. Первый пункт нашего разговора звучит так. В чем заключалось испытание? Мы не знаем точно, сколько времени прошло между 21 и 22 главами, потому что в первом стихе 22 главы сказано, «И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама». У нас есть указание на то, сколько должно было быть Исааку лет. Он уже точно не был маленьким мальчиком, потому что в 6 стихе мы читаем о том, что Авраам взял дрова для всесожжения и возложил их на плечи своего сына. А это означает, что он должен был быть уже достаточно большим и сильным, чтобы унести эти дрова. Давайте будем исходить из того, что многие исследователи Библии считают, что Исаак к тому времени достиг подросткового возраста. Но далее мы читаем о том, что Бог обратился к Аврааму. «Авраам!» На что Авраам ответил, «Вот я». Бог уже много раз обращался к Аврааму. Он прекрасно знал голос Господа. Но никогда прежде Бог не говорил ему ничего подобного. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». Мы сидели в пятницу на собрании старейшей нашей церкви и читали этот текст. И я думаю, вас не удивит тот факт, что во время этого обсуждения всплыл вопрос, как понимать эту историю. Возможно, вы тоже задаете себе его. Как вообще соотносятся эти события? Ведь Бог сам сказал, что пролитие человеческой крови – это грех, потому что человек создан по образу Божьему. И вот он обращается к Аврааму и говорит, «Иди, принеси сына своего во всесожжение». Да, тут, разумеется, хочется спросить, неужели это наш Бог? Неужели Бог, которому я посвятил свою жизнь, и путями которого я хочу следовать, мог сказать, «Возьми сына твоего и принеси его в жертву?» Некоторые даже пытались подвергнуть сомнению подлинность этих стихов. Разумеется, я говорю не о нашем пятничном собрании старейшин, поскольку такое представление о Боге никак не вязалось у них с представлением о Боге, которое есть у нас обычно. Это правда, что Бог ранее очень ясно дал понять, что убийство людей является грехом. Он сказал об этом в 9 главе. В отличие от языческих культур того времени, Бог не требовал, чтобы ему приносили в жертву детей и вообще людей. Он такого не требовал. В ханаанских религиях все было по-другому. Там было принято приносить спервенцев на жертвы не богам. Просто варварские традиции. Но Богу Авраама таких жертв не приносили. В этом плане ничего не изменилось и по сей день. И здесь опять-таки Бог на самом деле не хотел, чтобы Исаака приносили в жертву. Ибо нам следует прочитать это Божие требование во втором стихе с точки зрения и перспективы Бога. Ведь в конце этой истории он пожалел Исаака. Он знал, что Исаак не будет убит. И мы тоже это знаем, потому что знаем эту историю целиком. Но Авраам этого не знал. Он просто не мог знать, что все так разрешится. А именно, что Бог найдет другой способ. И в Библии даже сказано, Бог искушал Авраама. Вот в чем заключалось это испытание. Второй пункт. Давайте поговорим о том, чего стоило это испытание. А стоило оно многого. Очень многого. Давайте поставим себя на место Авраама. Он ждал этого сына несколько десятков лет. Он прожил с ним 15 лет. Этот мальчик был надеждой его семьи. Когда он родился, он принес искренний смех всей его семье, а также Саре. Он был обетованным наследником. Авраам помнил его младенцем. Он помнил, как Исаак ползал. Он видел, как Исаак делал свои первые шаги. Авраам был с ним всегда. И в итоге он вырос и стал юношей. Авраам видел своего возлюбленного сына, а заодно видел в нем исполнение Божьего обетования. Ведь Бог сказал ему, «Высоаке наречется тебе семя». И вот теперь Бог говорит, «Возьми этого мальчика и принеси его в жертву». Должно быть, для Авраама это было, как нож к сердцам. «Возьми своего сына, единственного сына, которого ты любишь, и принеси его мне в жертву». Как же велика цена веры, не только для Авраама, но и для нас тоже. Мы видим, что даже в обетовании, которое Бог исполнил в Исааке, для нас существует опасность того, что исполненное для нас обетование может стать для нас важнее, чем сам Бог. Возлюбленный Богом и данный им сын может стать для нас важнее, чем Бог, и таким образом стать для нас идолом. Как только мы говорим, и это является смыслом испытания, посланного Аврааму, то как на него отреагировал Авраам? Как только мы говорим, «Мне нужен Бог», плюс те блага, которые он обетовал своим детям, то есть его обетование, его благословения становятся для нас более важными, чем он сам. Если мы говорим, «Мне нужен Бог и все те благословения, которые он приносит мне», то тогда мы не уповаем на одного Бога. Библейская вера не ищет Бога и дополнительных благословений. Библейская вера ищет только Бога. И ничего больше. Это и было смыслом испытания посланного Аврааму. Этим испытанием Бог спрашивал его, «К чему лежит твое сердце?» Авраам, достаточно ли тебе одного меня, Бога? Или же ты сделал для себя неким божеством Исаака? И теперь такое отношение должно было даже стоить Аврааму, его возлюбленного сына. Служил ли он Богу только ради благословений или во имя самого Бога? Готов ли он был покориться Богу, даже если бы тот забрал у него свое обетование? И тут мы, конечно, задаем себе вопрос, а как бы поступили мы? Как бы поступили вы и как бы поступил я? Готовы ли мы отдать то, что мы любим больше всего? Готовы ли мы отдать то, чем мы владеем? Готовы ли мы отказаться от своей дружбы с кем-то или даже расстаться с нашим супругом, супругой или детьми? Разумеется, не убивая их при этом. Но готовы ли мы посвятить себя полностью Богу и начать на Него полностью уповать, считая, что Он для нас все на свете? Готовы ли мы сказать, «Если у меня есть только Бог, только Бог, тогда у меня есть все, что мне нужно в этой жизни». Бог нанес удар Аврааму по самому его больному месту. Я не знаю, что является для вас самым больным местом. У всех нас эти места разные, и Бог наносит свой удар именно по этим нашим местам. Для одних это гордынь. Он знает, где ваше больное место. И проходит по вашей гордыне, потому что ваша гордыня свергает Его с Его престола. Поэтому Бог проходит по ней и сламывает вашу гордыню. Для других больное место — это их кошелек, поэтому Бог и опустошает ваш кошелек. Для третьих это потребность в безопасности, но Бог приходит и к вам, зная, где ваше больное место. Он приходит к вам не для того, для того, чтобы вас уничтожить, а для того, чтобы вас подготовить и заставить вас расти в вере, чтобы вы в итоге сказали, «Мне нужен только Бог. Никакие ложные сети и обещания меня не пленят». Как-то я перенапряг шею, вам наверняка знакомо это ощущение. Оно наступает внезапно, и появляются боли в шейном отделе позвоночника. Я пошел ко врачу, он осматривал и щупал меня, но так и не понял, в чем же было дело. Потом мне кто-то посоветовал сходить к физиотерапевту. И там мне сразу сказали, что именно у меня болит. Они нашли, что именно я перенапряг. А я лежал там такой, «Да, вот здесь болит, а вот здесь не болит». В случае с Авраамом Бог надавил на его больное место. Коим был Исаак, и он тоже как бы закричал. Это причинило Аврааму боль, но это и помогло, а заодно и исцелило его. Это испытание стоило Аврааму многого. Бог испытал тогда Авраама. Он испытывает и вас. Но Бог проверяет нас не для того, чтобы нас уничтожить, а чтобы нам помочь, чтобы мы обратили нашу надежду только на него. Ну а теперь третий пункт нашего разговора — это реакция на испытания. То есть, как отреагировал на него Авраам. Он мог бы попытаться договориться с Богом. Мы уже видели, что он вполне мог уговаривать Бога. Например, так было во время истории Содома. Он мог бы сказать, «Господи, возьми у меня что угодно, но только не Исаака. Найди у меня что-нибудь другое, какое-нибудь другое больное место. Но только оставь мне моего сына, прошу у тебя». Давайте сейчас прочитаем третий стих. Авраам стал рано утром, оседлал своего осла, а что бы сделали вы? Что делаете вы, когда Бог отнимает у вас то, что вы любите больше всего? «Встаете ли вы рано утром? Нет, ну, я бы так не сделал. Я бы натянул одеяло себе на голову, перевернулся бы на другой бок и выключил бы будильник. Я бы просто не хотел наступления этого дня. Я бы не хотел сопровождать своего сына на смерть». Но Авраам стал рано, он немедленно взялся за эту непростую задачу, ее нужно было выполнить, поэтому он и сказал самому себе, «Мне лучше встать пораньше и с Божьей помощью посмотреть в будущее». «У него что, совсем не было никаких эмоций по этому поводу? Хочется спросить, когда читаешь эти строки. Он встал рано, оседлал своего осла и взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Хочется спросить, Авраам, что ты тогда чувствовал? Неужели ты не испытывал никакого сочувствия по отношению к своему сыну? Неужели Авраам был так холоден и бесчувственен? Нет, таким он не был. Авраам был довольно эмоциональным человеком. До этого он уже много раз выказывал свои эмоции. Вспомните, как он молился за Содом, как он вложил всего себя в эту молитву, как он настаивал на своем, чтобы Бог пощадил этот город, как он, рискуя своей жизнью, спас Лота, и сколько усилий, великодушия и сочувствия он вложил в эту попытку переубедить Бога. Но, разумеется, ему был свойственен здравый смысл. Он испытывал человеческую привязанность, сочувствие и сострадание по отношению к своему сыну. Но теперь Бог поставил его перед этим великим испытанием. И Авраам все взвесил. На одной чаше весов находились его сочувствия и эмоции, а на другую он положил свое упование на Бога. И он сказал, упование на Бога куда важнее и весит гораздо больше, чем все остальные эмоции. Поэтому он и сказал, я встану рано утром и отправлюсь в Пуц. А какая чаша перевешивает на ваших весах, когда речь заходит о вашем испытании? И в какую сторону направляетесь вы, когда видите перед собой свое будущее? В сторону страха, заботы, нужды, которая вас переполняет? Или же ваше упование на Бога становится от этого только сильнее? И из-за этого чаша весов, где оно находится, перевешивает. Вы понимаете? Он обязательно найдет другой путь. Он изберет себе агнцем. В каком-то смысле испытание Авраама это и наше испытание. Каждый день нас ожидает испытание нашего упования на Бога. И для каждого оно выглядит по-разному. Также нам становится ясно, что реакция Авраама не была поспешной. Потому что в четвертом стихе мы читаем, на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Мы видим, что действиями Авраама руководил не внезапный порыв необдуманной эмоциональности. Он не совершал импульсивных поступков. Он не нервничал. «О, Боже, ты хочешь, чтобы я принес тебе в жертву своего сына?» А потом достал нож, чик, и дело с концом. Разве все было так? Нет. Он выполнял это поручение, полностью полагаясь на Бога. Он встал и пошел, и оседлал осла. На третий день он увидел место назначения издалека. на третий день. У него было три дня на размышления. У него было три дня на то, чтобы поменять свое мнение. У него было три дня на то, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. У него было время, чтобы покопаться в себе и передумать. У него было целых три дня. Но вместо этого Авраам пошел дальше. Но почему же Авраам пошел дальше? Потому что он уповал на Бога. Потому что он уповал на своего Создателя. Вот вам ответ. Это и есть вера. Это и есть истинная вера. И чем дальше, тем тяжелее становился его путь. Вскоре последовал неизбежный вопрос его сына. Это седьмой стих. Там Исаак спрашивает у своего отца. Отец мой. Он отвечал, вот он я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Исаак, наверное, много раз уже за свою жизнь говорил слово «отец». Он никогда не говорил его так, как в то утро. Авраам знал, о чем спросит его сын и ответил. Да, сын мой, о чем ты хочешь меня спросить? И в восьмом стихе он дает образцовый ответ на этот мучительный вопрос. Он ответил Исааку. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения сыной. Вы понимаете? Ведь это и был момент величайшего испытания в его жизни. И этот момент напомнил самому Аврааму, а также его сыну, о той истине, что уповать следует только на Бога. Здесь он выражает свою теологию. Здесь он выражает то, что он знает о Боге. Выражает то, что он усвоил за свою жизнь, благодаря всем преградам и препятствиям на его пути, с которыми он как справился, так и не справился сначала, но потом все-таки справился, и все это благодаря Божьей славе. Он выражает здесь то, что он понял. И он может с полной убежденностью сказать своему сыну слова, идущие из самой глубины его души. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения сыной. И поэтому так важно тренировать себя. Лично для меня это очень важно. Вот почему я каждый день тренирую себя уповать на Бога при помощи всяческих вещей, встречающихся мне на моем пути, при помощи всяческих испытаний, а также всяческих вопросов, бед, случающихся со мной, и страхов относительно будущего. Я делаю это для того, чтобы, когда испытания в моей жизни станут тяжелее, я мог сказать себе и своему сыну, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения сыной. И вот мой к вам вопрос. А сколько времени вы уже идете к величайшему испытанию в своей жизни, зная, что оно обязательно случится? Три дня? Я спрашиваю себя. Сколько из нас по пути к этому испытанию уже изменили свое мнение и свернули с этого пути? Когда у вас есть время все обдумать, вы можете решить, что вам не стоит водиться с Богом, потому что это того не стоит, а вы думали, что это будет нечто большее. Возможно, вы как раз сегодня пришли к этой мысли и говорите им, зачем мне все это. Но Авраам пошел дальше. Он уповал на Бога. И для нас, отцов, в шестом стихе описана просто прекрасная картина. И пошли оба вместе. Сын нес дрова, а отец огонь и нож. И восьмой главе мы читаем, и шли далее оба вместе. Можете ли вы представить себе эту картину? Отца с сыном, идущих путем полного упования на Бога. При этом отец излучает такую уверенность и твердость, что сын спокойно идет за ним, потому что теология его отца оправдала себя в повседневной жизни, и он твердо и уверенно придерживался ее. Так давайте все, и отцы, и матери, и физически, и духовно, быть настолько крепкими в своей вере, чтобы мы могли сказать, мне достаточно только Бога. Что бы ни случилось, он смотрит Агнцем и обязательно найдет выход, ибо он это обетовал, да поможет нам в этом Бог. Аминь. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...